Им приказали форсировать последний водный рубеж на пути к Берлину, реку Одер. Возле селения Гросс-Нойендорф пулеметная рота под командованием капитана Толокнова Бориса Андреевича вместе с другими бойцами 248-й стрелковой дивизии подошла к водной преграде и стала методично, без суеты, грузиться в десантные средства. Противник, не желая оставлять этого действия в покое, открыл артиллерийскую стрельбу по восточному берегу и средь разрывов снарядов послышались первые крики раненых. Дело предстояло сложное, а вскоре начался и вовсе кромешный ад. Большое количество плотов, лодок и катеров плыли к западному берегу, а сверху на них сыпались смертоносные бомбы, от взрывов которых поднимались вверх фонтаны воды. В этом месте немецкую оборону дополнительно прикрывали несколько переоборудованных в плавучей крепости барж, с которых шел особенно сильный пулеметно-минометный огонь. Тем не менее, преодолевая все и борясь со страхом близкой смерти, Борис Толокнов одним из первых ступил на западный берег и сразу же повел своих бойцов в атаку. Первым делом он рассредоточил роту и, прорвавшись в тыл немецких позиций, метким и точным огнем подавил на баржах немецкое сопротивление, выкосив прислугу пулеметных и минометных расчетов, а потом закрепился на достигнутом рубеже. Этим он обезопасил дальнейшую переправу для наших войск, которые при поддержке пулеметчиков Толокнова выбили немцев с побережья и заняли плацдарм. Случилось это 1 февраля 1945 года, а на следующий день враг, потянув резервы, перешел в контратаку. Сначала красноармейцев долго утюжила немецкая авиация. Юнкерсы с пронзительным ревом пикировали вниз, а их бомбы оставляли бреши в советской обороне. К тому же рядом дополнительно разрывались артиллерийские снаряды, методично перепахивая все на плацдарме. Казалось, что в таких условиях никто выжить был не должен. Но когда немецкие танки, прикрытые многочисленной пехотой, перешли в наступление, то они встретили упорное сопротивление советских бойцов. Пулеметчики Толокнова, умело ведя огонь, отсекали пехоту от танков, а бронебойщики выводили из строя одну машину за другой. Но немцев было очень много. Они пытались отрезать успевшие переправиться советские части от реки и уничтожить их, прилагая к этому все свои усилия и умения. В жестоком бою солдаты вермахта смогли потеснить обороняющихся на плацдарме, а пулеметную роту товарища Толокнова разрезать на две части. Борис Андреевич всего с одним взводом оказался в окружении. Немцы, воспользовавшись моментом, усилили натиск на бойцов Толокнова, которые заняли круговую оборону. Пулеметы подрагивали в крепких мозолистых руках советских бойцов, прореживая фашистские цепи, но и пули противника неизменно находили свои цели. Капитан Толокнов, показывая беспримерные образцы мужества и героизма, всегда находился там, где было особенно трудно, корректируя огонь пулеметных расчетов и вселяя стойкость и уверенность в победу в сердца советских бойцов. Немцы же и не думали ослаблять своего натиска, и, несмотря на потери, все больше сжимали кольцо окружения и подходили на расстояние броска гранаты. К тому же у красноармейцев стали кончаться патроны, и они пошли на крайние меры. Борис Андреевич ракетами вызвал огонь артиллерии на себя, а когда залпы снарядов накрыли местность, заставив немецкую пехоту залечь, пулеметчики, сконцентрировав огонь в одном месте, пошли на прорыв. Нескольким бойцам удалось прорвать кольцо окружения и выйти к своим, но их командир во время этого маневра пал смертью храбрых. За проявленное мужество и героизм в борьбе с немецким фашизмом, Толокнов Борис Андреевич 31 мая 1945 года был удостоен высокого воинского звания, героя Советского Союза. Посмертно. Храбрый капитан был уроженцем деревни Первой Михайловки, Белебеевского района Башкирии. Родился он в бедной крестьянской семье, до войны окончил 10 классов школы и Тюменское военное пехотное училище. Борис Андреевич участвовал в боях Великой Отечественной сентября 1941 года и, пройдя почти всю войну, погиб всего за три месяца до победы. Он был похоронен рядом с местом своего последнего боя в селении Гросс-Нойендорф, а на момент смерти ему было всего 22 года. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.